Миша Быстро ты! Молодец, Мишутка! Еще раз попробуй, ну-ка! Молодец! Это сейчас Миша активный и сообразительный. Легко понимает, чего от него хотят и выполняет задания. А еще совсем недавно, когда только появился в доме ребенка, был угрюмым и замкнутым. Общаться Миша не хотел ни с кем. И попытки установить с ним контакт чаще всего заканчивались неудачей. Только кто же может устоять перед любовью и заботой? Так и у нашего малыша. Постепенно все изменилось. У него появилась улыбка, появились положительные эмоции, чему мы очень рады. Когда есть положительный эмоциональный фон, естественно, есть и развитие. Вместе с интересом к окружающим у Миши проснулся интерес к познанию. Развивающие занятия для малыша теперь самые желанные. В комнате Монте-Сори Миша может проводить времени столько, сколько ему позволяют. Мальчик сам выбирает себе занятия и скурпулезно их выполняет, удивляя взрослых. Такое ощущение, что он восполняет что-то, чего у него не было в раннем детстве, как губка впитывая знания. Ну а теперь давай найдем с тобой, Миша, огурец. Вот, кушай, скажи, кушай, куколка. Кушай, да? В первое время Миша избегал любых контактов, даже с детьми, отворачивался и уходил в сторону. Сейчас научился прекрасно ладить с ребятами, особенно это заметно в подвижных и хороводных играх. Со взрослыми Миша покладистый и доброжелательный ребенок. Давай возьмем вот так вот, да, блок наш, двумя ручками. Давай встанем на ножки, идем. Вставай, вставай на ножки, отнесем его на место, возьмем другую игрушечку. Вот так. Все, понесли. Долго не мог очень заговорить, как-то стеснялся, не хотел. Сейчас он у нас разговорился, особенно в такой непринужденной обстановке. Он повторяет за взрослым слова, у него как-то появляются свои слова самостоятельные. И, конечно, радует это очень. Так, ручки. И потихонечку ко мне иди. Топ-топ-топ, не бойся. Ты молодец, ты молодец, Миша. Давай, давай. Топ-топ. Взрослые шутят, что Миша прирожденный аристократ. Это заметно во всем. Кушает он очень аккуратно. Не дай бог что-то попадет на одежду. Ребенок предпочитает самостоятельность. Он сам умывается и одевается. Помощь требуется лишь для того, чтобы застегнуть молнию или сандальки. И в бассейн его бросать, Миша. В бассейн его отсюда. Во всем будет порядок ребенок. Ой, опять не попал. Мальчик обаятельный, но скромный. То есть вот такой у него темперамент. Нужно чуть-чуть время всегда. Немножечко время, чтобы вот дать ему освоиться. И тогда он уже себя покажет. Но если он кому-то из взрослых вот прикипел душой, то он так радуется, когда этот человек заходит. У него такие эмоции яркие. То есть он и бежит, и смеется, и пытается человека обнять. А еще Миша очень ранимый. Легко обижается и горько плачет. Нужно некоторое время, чтобы обида была забыта. И только тогда малыш вернется к своим занятиям. Это, конечно, пройдет с возрастом. Но именно сейчас так необходимо, чтобы рядом с Мишей был близкий человек, который сможет просто пожалеть, погладить по голове, сказать теплые слова. Разве это так много? Скажи, что здесь нарисовано? Дома. Дома. Как ты думаешь, слон в каком доме будет жить? Держи карандаш. Давай соединим слона с этим домом. Молодец. А жук? А жук? Вот здесь. Молодец. Забавная, добрая и любознательная. Такой мне показалась Юлька при первой встрече. Девочка росла слабенько и вызывала огромное беспокойство взрослых. Когда она пошла в школу, мы думали, ну, слабенько будет девочка. Но она стала стараться. Мы прям были в восторге от нее. То есть сидит, кропотливо пишет в тетрадке эти цифры, прям вот выписывает. Не получается. Но она сидит, терпеливо ждет, когда ей немножко помогут. Вот. Так же и с буквами. Вот они две подружки с Владой. Влада, она ее всегда говорит, Влада, вот так вот делай, вот как я. Я говорю, Юль, ты молодец, говорю, умница. Юля не воспитывалась в семье. С ней не занимались родители, и поэтому знания даются ей нелегко. Тем не менее, нет ни одного школьного урока, в котором бы девочка не преуспела. Даже непонятный предмет ОБЖ она изучает старательно. Ведь там учат тому, чего делать нельзя. А что нельзя делать? Ну, чтобы человек в машину не попал. Чтобы человек не попал под наш шагом, да? Для этого что нужно? Смотреть на светофор? Да. Когда же тоже свет загорится, можно идти. А когда красный? А когда классный, стоять. А почему ты книгу соединила с портфелем? Потому что это школьная. Потому что книги мы носим? В школу. В портфеле. В портфеле. Когда была маленькая, конечно, она такая какая-то несобранная была. А вот сейчас вот подросла, и вот прям душа радуется. То есть вот она как-то в школу, когда пошла, вот она даже и стала ходить как-то по-другому. До этого какая-то я говорю, Юль, ты вот как вот бабушка у меня ходишь такая. А сейчас вот она вот выпрямилась как-то вот. И уже у нее какая-то дисциплинированность появилась, ответственность какая-то. И за себя, и вот за товарищей у нее такая ответственность есть. Юля очень открытый ребенок. Она может легко пообщаться со взрослыми, рассказать о своих успехах, ответить на вопросы. С детьми ее контакт происходит медленнее. К сверстникам она сначала присматривается. Хотя говорит, что когда вырастет, станет воспитателем и будет работать с детьми. Любимые игры Юли – это игры в семью и дочке матери. При этом она никогда не выбирает главные роли. Ей больше нравится быть не мамой, а дочкой. Возможно, так она пытается компенсировать положенное всем детям тепло и внимание. Юлька очень любит новогодние праздники. И с нетерпением ждет, когда же в их детский дом придет Дед Мороз. Уже даже речь для него приготовила. Скажу вам спасибо. За что? За что он приходит. Ну и что приходит? Подарки дает. А ты хочешь какой-нибудь подарок на новый? Да. Какой? Лежники. А подарки только хорошим детям дарят? Да. А ты хорошая девочка? Да. А откуда ты знаешь, что ты хорошая? Почему ты думаешь, что ты хорошая? Потому что я с тобой хорошо учусь. Вот какие-то вот моменты вот такие вот. Вот даже мелочь какая-то. Вот она даже раньше одевалась очень тяжело. А сейчас она, я сама, я сама. Я говорю, это уже, конечно, хорошо. Это слон у тебя или мышка? Это пишка. Юля непременно станет хорошей дочерью, ласковой и послушной. Ей ведь так хочется, чтобы к ней поскорее пришла мама. Об этом она рассказывает своим лучшим друзьям, плюшевым игрушкам. И когда мама придет за Юлей, то обязательно покатает ее на санках, которые девочка видела только на картинке. Субтитры создавал DimaTorzok